Доброе утро! В эфире Утренний Патруль. Правила дорожного движения, значение знаков. Сегодня мы рассмотрим в нашем выпуске. Сегодня мы решили рассмотреть сразу два примера. Сейчас мы находимся на участке улиц Измаил и 31 августа, где мы решили рассмотреть знак, который уже стал, кстати, героем социальных сетей, различных видеороликов. Знак движения только прямо, да? Да. В принципе, что здесь могло возникнуть? Какая ситуация? Расположен, в принципе, в понятном, довольно видном месте. Что оказалось, что есть водители, которые, может быть, его не замечают, либо не знают его значения и пытаются повернуть налево по 31 августа, получается, с улицы Измаил, по крайне левому ряду, вот, тем самым создавая пробку, потому что они блокируют полностью в одну полосу и создаются пробки на этом участке. Водители, знаете, сигналят, начинается перепалка словесная. Кстати, даже иногда подзнак становится в ноником ДТП, потому что дальше водитель начинает на дорогах выяснять отношения, и это приводит, конечно же, к ДТП. Да, Денис, кстати, знак, этот знак, значение его обязывает двигаться только прямо, знак 411, хотелось бы отметить, номер его. Но значение этого знака и установка этого знака, оно, согласно правилам дорожного движения, имеет быть место на двух участках дороги, не только непосредственно перед самим перекрестком, а также он может быть установлен в том месте, где мы сейчас с вами стоим. В чем разница? Разница есть, Денис. Поэтому, знаете, почему? Дело в том, что знак, если он установлен после перекрестка, или не доезжает до него, и есть, вот в данной ситуации, где мы стоим, если бы он не установлен был, значение его распространялось бы на выполнение маневра, поворота налево, вот в этот двор. Понимаете? Поэтому некоторые водители, в силу того, что знак относительно на каком-то расстоянии установлен от перекрестка, рассматривают его значение не к этому перекрестку непосредственно, а значение его другое. В силу этих обстоятельств вот и происходят данные нарушения. В основном эти нарушения происходят тогда, когда за рулем автомобиля находятся водители, не местные, не знающие, например, как организовано движение. А иногда он просто слабо заметен. Хотя я вот обращал внимание, что вот немножко чуть подальше отойти, он достаточно хорошо заметен, и значение его водитель четко должен выполнить, по идее. Давайте подведем еще раз итог. Значит, в данной ситуации на перекрестке 31 августа Измаил поворот налево строго запрещен. Да, движение только прямо, только прямо. Поворот не только налево, так же и направо. Тем более мы пересекаем дорогу, где движение организовано в одном направлении, выезд на дорогу с односторонним движением. Хотя там мы рассматривали немножко участок дороги, где есть и общественный транспорт. Ну, на этот вопрос, я думаю, мы ответили. Да, но хотелось бы подытожить. На том участке дороги, где он установлен, действие знака обязывает двигаться водители только прямо, поворот налево, направо, разворот категорически запрещен. Поэтому пусть водители руководствуются с значением знака, и действие знака распространяется только на данный перекресток. На следующем перекрестке мы уже посмотрим, как там организовано движение. Ну, а теперь мы переместились на другой участок дороги. Это пересечение проспекта Гагарина, улицы Дочебал, тут также улица Мончеш недалеко, железнодорожный вокзал. Ну, и возникает иногда вопрос у водителей на данном участке дороги. Касаемо знака разворота, Виктор. Да, Денис, во-первых, знак разворота показывает место для разворота. Транспортные средства, подъезжая к этому участку дороги, должны двигаться в один ряд. Но здесь есть одно ограничение. Мы выполняем только движение в обратном направлении на данном участке, если нам это необходимо. Но поворот налево данный знак запрещает. И даже, кстати, Денис, это есть в экзаменационных билетах для курсантов автошкол. И они задают, кстати, правильно, отвечают правильно этот вопрос. Ну, а более опытные водители забывают про то, что этот знак запрещает поворот налево и движение далее по своим делам. Тут, кстати, есть автомойка, по которой многие часто ездят, и фитнес-клуб. Тем не менее, это не отменяет правил дорожного движения, поэтому будьте внимательны, так как здесь часто несут вахту и сотрудники дорожной полиции, которые, в принципе, под зелу штрафуют нарушителей. Да. Кстати, уважаемые телезрители, уважаемые водители, запомните, что нарушая правила дорожного движения, тем самым вы провоцируете аварийную ситуацию. Ведь каждый участник дорожного движения, знающий, выполняющий правила дорожного движения, праве рассчитывать на то, что и другие участники дорожного движения также их выполняют. Мы будем ждать ваших новых вопросов на нашем имейле утрособака.стс.мд, присылайте. Ну а с Виктором мы уже будем отвечать на все интересующие вас моменты, касаемо дорожного движения. Всего доброго!